Музыка Приглашаем Михаила Васильевича Попова для общего доклада Значит, товарищи, мы относимся ко всем проблемам, которые возникают материалистически И условия, в которых мы работаем и действуем, мы их не выдумываем Если кто-то считает, что нам народ не тот попался, то это не члены нашей партии Мы работаем с тем народом, который у нас есть, а не с тем, которого у нас нет Я думаю, народ у нас героический, он революцию сделал, войну, бывают у народа подъемы, спады Ну и Ленин говорил, что кто в контроляционный период не может погрязи пролить, попал все На животе, а тот не революционер Поэтому нам, я думаю, надо собирать именно тех, кто является двужильным, трехжильным Кто может в тяжелых условиях работать И говорит, когда будет атака вперед, и когда у нас будут большие успехи То нам, как говорил Ленин, нужно будет пулеметы ставить, чтобы отстреливаться, чтобы не лезли в нашу партию Поэтому для нас в этом смысле благоприятные времена Нам, так сказать, особенно люди, которые хотят сделать карьеру, не очень рвутся К нам приходят люди, которые смотрят гораздо глубже Ну а если смотреть гораздо глубже, в чем особенность рабочей партии России Которая, я думаю, отличает нас от всех политических организаций сегодня Что мы подходим к вопросу о том, что делать и чем заниматься научно А научно, это значит, мы не выдумываем эти вещи, а выводим из экономического положения рабочего класса И из его интересов Потому что интересы мы понимаем не субъективно, а именно как такую характеристику положения людей Которые показывают, что им в силу этого положения выгодно и что не выгодно, и в какой мере Поэтому, как говорил Ленин, как голодный не может быть безразличен к узку хлеба Так и рабочий не может быть безразличен к тем мерам, которые мы нащупываем И которые упоминались и к сокращению рабочего времени И к увеличению пенсионного возраста И к таким вещам, которые называются условия труда в целом Если взять и говорить о том, какую роль играют условия труда в жизни рабочего То это, в общем, главное И я хотел бы напомнить известные довольно высказывания Ленина по этому поводу в Великом Почине Что Карл Маркс в капитале издевается над пышностью, велеречивостью, великой хартией вольности и прав человека Над этим фразерством о свободе, равенстве, братстве и народовластии вообще Которое ослепляет мещан и филистеров всех стран В ладь до нынешних подлых героев подлого Бернского интернационала Этим пышным декларациям прав Маркс противопоставляет простую будничную постановку вопроса пролетариатам Государственное сокращение рабочего дня Вот и обращив к такой постановке Он пишет, что формула настоящего коммунизма сводится к условиям труда А вот та задача, которую мы выдвинули как партии, которую решаем, которую закрепили, которая воспринята И которую уважают и противники Я напоминаю, вот Иван Михайлович переводил, и это опубликовано в последнем номере «Народные правды» Это высказывание, товарища министра труда и социального развития России Уважают и противники Надо иметь такие задачи, которые противники вынуждены будут уважать Что можно сказать про условия труда? Это вот та задача, с которой связан вообще коммунизм Вот так партия коммунистическая, которая борется за улучшение условий труда рабочих А та партия, которая говорит, вот когда будет социалистическая революция и мы будем в креслах сидеть Мы тогда вам условия труда улучшим И по поводу таких партий рабочие говорят, что тогда если вы нам только обещаете и кормите То нам такие советчики не нужны Поэтому дело не в том, что, скажем, рабочие к нам идут не очень быстро, а в другие партии идут Рабочие к нам идут Причем хорошие рабочие идут Сознательные рабочие такие, надежные рабочие идут Умные рабочие, которые сами занимаются цвета рабочего класса Я думаю, мы должны собирать этот цвет рабочего класса Это важная очень задача Теперь задача собирания цвета рабочего класса, она необходима Нельзя представлять себе так, что такие грандиозные вещи, как, скажем, переход в социализм, создание советской власти Могут быть решены достаточно узкой группой людей Хотите, не хотите, здесь количество является очень важным И я думаю, что вот здесь вот, на что обращалось внимание, что у нас, так сказать, рабочие сейчас идут быстрее в нашу партию, чем интеллигенты Хотя интеллигентов у нас достаточно много, и мы не страдаем от недостатка людей образованных, которые готовы служить рабочему классу Мы знаем, что есть другие интеллигенты, которые хотят, чтобы они воспользовались тем, что делают рабочие И это вся та же самая проблема, которая была и в советское время И которая обсуждалась на пленумах, когда Зиновьев говорил, что давайте сделаем диктатуру партии И все равно же через партию при социализме все решается А Сталин говорит тогда, так кто кому должен служить, или класс партии, или партии классов Я как-то наблюдал, как Василий Иванович беседовал с организатором трудовой России Который говорил, так вы за партию, или за классы? И так Василий Иванович очень четко ему ответил, за класс Потому что они не класс для партии, а партия для класса Я думаю, что если партия для класса, то мы прежде всего должны изучать эти интересы А интересы рабочего класса не меняются Не меняются в том смысле, что если он заинтересован по своему положению в производстве В улучшении условий труда и в ликвидации различий между людьми умственными и физического труда То этот интерес, как он при капитализме сложился Так он не меняется ни в переходный период Независимо от того, что происходит в сфере политической Построили социализм, все равно он еще не решен Этот вопрос, правильно, об условиях труда Теперь развивается социализм Уже некоторые говорят, что он, дескать, уже развитой, уже хватит Нам уже здесь хорошо, а рабочему классу нехорошо Рабочему классу нужно довести этот процесс до полного уничтожения классов И, между прочим, его не доведешь таким образом, чтобы ликвидировать различия между физическим и умственным трудом Всегда будет отличаться труд умственный и труд физический Потому что одно дело преобразовывать материю А другое дело преобразовывать что-то в сфере общественного сознания Или, скажем, осуществлять услуги Это никогда не изменится А вот с уменьшением времени рабочего И с увеличением свободного времени Вот тут как раз идет сближение рабочего класса и интеллигенции И при капитализме оно идет, если такая борьба идет успешно А она идет успешно, если мы так вот историческими мазками будем смотреть Но ведь перешли же от 14-16 часового рабочего дня, которые были в конце 19 века в России И не было вообще государственного установления рабочего дня Перешли же, в конце концов, к 11 с половиной часам, которые государство царское установило В результате чего? В результате забастовочной борьбы Переугольной мануфактуры И колоссальной стачки А не просто так А перешли к 8-ми часам рабочего дня Можно сказать, ну потому что сделали социалистическую революцию И после февральской буржуазной явочным порядком на предприятиях Устанавливалась продолжительность рабочего времени в 8 часов И сейчас нам официально говорят, в том числе я получил официальный ответ Из Министерства экономического развития Где нам говорится, вот эти вопросы мы с вами не согласны С этим не согласны А по поводу продолжительности рабочего дня у нас в России по закону до 40 часов в неделю До 40, поэтому если больше в неделю, это нарушение закона Вот вы там говорили, мы там потом, в другой период Что в другой период? Так давайте сделаем, в 2 дня будем работать по 20 часов Да? 40 получается И по 4 часа спать Остальное время отдыхать, гулять На рыбалку и так далее И жить мы будем недолго При этом И проблема с пенсионным возрастом отпадет сама собой А это ведь и предлагают Уже нам приходилось на заседание Российского комитета рабочих Отвечать на инициативу Международной организации труда И сказать, давайте сделаем Не 5-дневную, а 4-дневную рабочую неделю А как? А за счет чего? Сокращать? Нет, сокращать, уплотнять будем Давайте трех, давайте двух И так далее Давайте пока человек не умрет Сокращать Поэтому Если мы так вот возьмем эту ретроспективу 8-часовый рабочий день Он же, так сказать, это большое достижение было По сравнению с 11 с половиной часов Очень большое А прошло 100 лет Ну так пора Поэтому пора и вынуждено об этом говорить Потому что даже развитие буржатное затормаживается Потому что все равно нужен грамотный рабочий Чтобы они с одной стороны говорят о каких-то там что-то передовой технике И хоть собирайтесь в передовую технику Давать людям уставшим Которые уже, так сказать, измотались в течение рабочего дня Они могут только монотонное что-то делать Вот передвигать, переставлять Или делать ошибки И делают ошибки Потому что уставший человек не может не ошибаться Отдохнувший человек и тут ошибается Постоянно Поэтому как может быть по-другому Поэтому хотим мы или не хотим Это что, скажем, в Советском Союзе была революция А что в других странах не было революции А все равно 8-часовый рабочий день И в той же самой Франции и Германии Переход в 7-часовому рабочему дню То есть это вопрос Который связан вообще с человеческим прогрессом Поэтому если мы хотим иметь успех В своей деятельности, в своей работе Надо брать хоть и большие задачи Но перспективные Эти перспективные задачи все равно решаются Если мы их не решим, они другие будут решать Так или иначе будут решаться И будет медленнее решаться И вот я думаю, что выбор нам совершенно правильный И мы при этом исходим из объективных обстоятельств И объективных интересов рабочего класса И если еще некоторые товарищи этого недопонимают Или не понимают, значит мы будем стараться Чтобы они понимали Будем ставить вопрос Будем примеры показывать и так далее При этом я хочу сказать Что вот грамотно работающие Профсоюзные организации Грамотно работающие Они некоторые проблемы Которые мучается все наше рабочее движение Слабое Они эти решили Я хочу два слова сказать Об опыте ЗАО Первый контейнерный терминал Вот где у нас там есть один член партии Товарищ Ведотов И вот в этом ЗАО Ситуация сложилась такая Что несмотря на то, что в порту очень много работы Вот с ними стали бороться работодатели И стали сокращать объем работы С тем, чтобы придушить рабочие движения Что сделали товарищи Ведотов? Не разбегаясь Стались по другим предприятиям И не увольняться А они сформировали соответствующую переговорную группу Комиссию Коллективный трудовой спор И довели дело до забастовки Довели до забастовки Прекращения работы нет Но все этапы пройдены Все обеспечено Они могут, как говорится, завтра Собрать конференцию И объявить, что бессрочная забастовка И так далее Итог А итог такой Администрация Ввиду того, что работы стало меньше Оно стало Докеров тронут нельзя В коллективном договоре записано Что нельзя без согласия Про союзы сократить Никого Вот мы издавали газету Докер для них И в этой газете они Не раз И в этой газете Они особенно подчеркивают Эту задачу Не дать Не превратить Вопрос об увольнении Вопросы учета мнения Дескать Вот вы скажите свое мнение А потом я вас уволю Вы все другой Учет мнения А должно быть согласование С процессом Нет согласия Правком И все И никого не увольняют Поэтому что По какой дороге Пришлось идти Администрация Объемы производства сокращаются Оно стало Пожилым прилагать Так сказать Вот мы вам столько Заплатим Побольше Вы уйдете на заслуженный Вопрос Давайте там Кому 3 Кому 5 Кому 7 С кем как говорится А кто-то и так Ему уже надоело Это все Готов На меньше Кавицин и покой А вот зато у тебя Сейчас будет Сумма рублей Потом они получают Там по 80 По 90 тысяч Значит за 3 месяца Уже получается Где-то 3 миллиона А если за 4 А если за 5 И так далее Теперь Не членов профсоюза Подметелку Итог Значит ни один член профсоюза Не уволен Докеров Нет ни одного Работника Который не состоит В профсоюзе Там два профсоюза Один профсоюз И вот Последний раз Когда товарищи К нам приезжали На РКР Они рассказывали Есть Значит Люди Которые Состоят В профсоюзе Докеров Другие В профсоюзе Работников Водного транспорта Все члены профсоюза Всех остальных Уволили А члены профсоюза Вот пример того Кто организовался И кто бьется За свое дело И коллективно Борется Те побежали Которые Которые хотят Разбегаться Но всех Кто разбегается Всех бьют Это известно И открыли дорогу На профсоюзе Да И идут Тимофеевы Он помогает им Оформиться на профсоюзе И будет дорога И у него Самая крупная Будет Скорая организация Все будут докеры Так сказать Инвалиды Вот И так сказать Они попадают Под контроль Тоже наших товарищей Товарищей Тимофеевы Так что От нас далеко не уйдешь Это вот Вопрос о том Что Как можно бороться В этих А вы Диспетчеры Мы не случайно Опубликовали Вот именно сейчас И в этой газете В статье У товарища Ковалева Сергея Анатольевича Где он рассказывает Как надо бороться Коллективно Людям Про которые говорят Нам ничего нельзя Нам нельзя Им ничего нельзя Им нельзя Басовать Им ничего нельзя И они в этих условиях Думают Что надо делать Чтобы как-то Коллективно Борясь Выигрывать ситуацию Они выиграли Ситуацию И они повысили Зарплату Достоимость Рабочей силы Они сократили Рабочий день Думаете Они случайно Что их поддерживают Они организаторы Между прочим Федерации Про судов России Если вы начнете Смотреть Знамена Этих Всех Конфедераций Труда России Вот Синие 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 Потом вдруг Федерация Труда России Красная И декларация У них Вполне Полонистическая И не случайно Мы с ними Контактируем И их поддерживаем И они Нас поддерживают Между прочим И Это не слабые У нас Товарищи Это профсоюз Докеров И профсоюз Авиадиспетчеров Хотя Вот После Того Как В других Компаниях Провал К нам К нам Обращается И обратился Профсоюз НПС Солидарность Значит Есть у нас Нам Наш помощник Гаврич Панков Держит сайт Забазком По-латински Забаз Точка И там Печатается Распространяется Всякие материалы Он ездил Туда На Уралвагонзавод Установил Там контакты С этим профсоюзом С этим профсоюзом Организовал Беседу По скайпу Мы с ними Много обсуждали Вопрос о том Что делать Как заключать Коллективный договор И вот они Неслучайно К нам Сейчас Обратились Фонд Рабочей Академии Помогите Сейчас Вот у нас Преследование Идет профсоюзных Активистов Помогите Опубликуйте Материал Который Есть Но они там Все ходят По судам Вместо того Чтобы организовать Коллективную борьбу И коллективный договор Соответствующий Хотя у нас С ними был На эту тему Разговор И мы Под таким Заголовком Что Не ждите Ничего От этого Буражного суда И мы на партийном Сайте Опубликовали И на Московского Отделения Сайте И так далее То есть И попросили Панкова Чтобы он тоже Опубликовал То есть Я хочу сказать Что это мы Делаем И у нас есть Хорошие контакты С хорошими Профсоюзами Другое дело Что есть разрушение Разрушение Вообще Профсоюзами Организации Помощь Что хоть Мы говорим Коллективный договор И переговоры И так далее Особенно У нас Любят Увлекаться Этим делом В том числе И люди Которым Я преподаю В университете У нас есть Конфликтология Там есть Студенты И учатся Переговариваться Ну вот вы Переговоритесь Со мной Что я Вынул из кармана Полмиллиона И вам отдал Какое у вас Красноречие Нужно Павел Борисович Объясняйте мне Вот не отдам А вот если вы За горло У меня схватите Я вам отдам И пол И полтора И так далее Докеры давно Вывели Следующий закон Хороший Коллективный договор Не паршивый А хороший Может быть заключен Только после Большой забастовки Что такое Коллективный договор Значит это дай Это дай Чтобы зубы Бесплатно лечились Чтобы были Дополнительные отпуска Чтобы был сокращен Рабочий день По закону Можете Два часа делать В неделю Нет запрета У нас По закону До сорока Не сорок У нас Восьмичасовой рабочий день Чтобы не делали Там 24 часа А неделя До сорока То есть до сорока Пожалуйста Пятнадцать Десять Так прямо Вот в ответе Написано Я даже его зачитывал Вот В интервью Рабочему ТВ И там Можете посмотреть На сайте Фонда Рабочий Академии Висит Я прямо У меня дома Этот документ Есть Я могу его копию Снимать Кому хотите И давать Министерство Экономического Родителя Говорит Что вы тут пишете Ваше дело Договаривайтесь Боритесь Боритесь Нам говорит Министерство Будет у вас Сколько вам надо Рабочий день Шесть часов Пожалуйста Четыре На здоровье Два Нет вопросов Десять часов Берите Так и написано И цифры Перечисленные Все Поэтому Я думаю Что Нужно не столько Плакать Сколько Понимать Что Та борьба В которой Мы Между прочим Участвовали Как партии Фронт Рабочей Академии За Прогрессивный Трудовой Кодекс Которая Привела К падению Правительственного Проекта Трудового Кодекса К падению Профсоюзного ФНПР Проект восьми ЛДПР Автор За границей Его Разыскивает Полиция Так И Московской Городской Думы Яблочного Проекта Голова В котором Было Детям До восьми Лет До 120 Часов Год Работы Все Они Провалились Единственное Вот это Комбинированный Пошел Проект Но в этом Комбинированном Сохранено То Чего мы Добивались Сохранено То И это Было Политическое Действие И это Действие Нас В связи Расширило И укрепило И в значительной Цепи Они Сохранились Другое Дело Что Конечно Нам нужно Имея ввиду Приход новых Людей Более Молодых Надо Эти Связи Обновлять И не Считать Что Если мы Договы Берем В связи С товарищем Демокреем То Она Будет Вечно Но Я Буду Вечно Что Тут Произойдет Поэтому Тут Надо Думать Конечно И очень Приятно И очень Здорово И я думаю Что Сегодня Вы Наблюдали Первый Доклад Показал Что Такое Сознательный Хороший Сознательный Российский Рабочий Сегодня Сегодня Образец Вы Такое Вы Услышите Я не знаю Таких мест Больше И в Бельгии И там Встречались Мы с рабочими Они смотрят Что скажет Секретарь Партиевной Организации У нас Вообще Нет Секретаря Первого Зачем У нас Нет Первого Секретаря Все Читают Все Зачем У нас Нет Первого Секретаря А чтобы Кто Больше Работает Больше Влияет На Дела Партии Работайте Больше Будете Больше Влиять Не Больше Работать По Разным Причинам Может По Здоровьем Может По Занятости Может По Производственным Делам Другие Будут Это Делать Но У нас Нет Такого Что Если У вас Первый Секретарь Заказывает У нас Что-то Пропает Это Выключим Спокойно Будет Хорошо Такой Пишет Пишет Попрос Занято Саша Справит А Вы Говорите Нет Связи С Рабочим Класс Есть На Съезд Невозможно С Теперь Я хочу Сказать Здесь Товарищи Говорили О Трудностях Мне кажется Что Это Правильно Что Мы Должны Видеть Наши Трудности Но Мне кажется Не Акцентировать На них Внимание Что Мы Будем Доказывать Как Нам Трудно Особенно Молодые А Вот Этим Пожилым Как Нам Так Легко Игорь Петрович Ну Чего Об этом Говорим Давайте Лучше Я Немножечко Остараюсь На Том От Имени Центрального Комитета Имею Ввиду Потому Что Вопрос О Условиях Которых Мы Работаем Это Важный Вопрос Что У Нас Замечательные Условия Вы Чего Не Замечаете Что Вам Объединял Иван Михайлович От Этим Комиссии Ну Вам Проводят Опросы Объясняют Что Молодежь Сейчас Забольшевиков Это Что Это Отчеты Этим Комиссии Мы Ради В Этим Не Участвовали В Пропагандии Участвовали Я Видел То Что Вы Там Вы В Революция И так Далее Все Смотрят 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 А Другие Товарищи Не Участвовали А Вы Участвовали Пропагандии Марксизма Ленинизма В интернете Участвовали Откуда У молодежи Вдруг В голове Эти Большевики А потому Что Прежде Все Мы Пропагандируем Большевиков Или Кто Больше Нас Пропагандировал Объясните Мне А вот Я считаю Что Никто Больше Чем Наша Партия Для Пропаганды Большевизма И Марксизма И Ленинизма Причем Систематически Не Учебы И Мы Людей К Этому Приводим И Подводим А не То Что Мы Просто Догматики Таких Прочитали У Ленина И Только Так И Делали Да Не Потому Мы Прочитали А Мы Обрадовались Что У Ленина Прочитали То Чему Мы Сами Подходим Потому Что Мы Сами Разбираемся Основательно Не Случайно У нас У нас Три Газеты Причем Тираж Можем Остановить Как Хотим Завтра Потребуется Большой Скажите Дайте Нам Много Делаем Много Мы Миллионы Выпускали Народную Правду Когда Надо Было И Сняли С общака И Поставили И Тогда Встал Яполев Который Ленинград И Который Пел Город Над Вольной Невой Антикоммунизм В Санкт-Петербурге Пропал А был Страшный Антикоммунизм Нет Антикоммунизма И В России Сейчас Нет Антикоммунизма Это Прекрасные Условия И Я могу Сказать Почему Нет А потому Что Сложились Необыкновенные Для Империализма Условия Потому Что При Империализме Как Нас Учил Товарищ Ленин Дело Обстоит Там Есть Грабители Несколько Держав Они Душат Всех Остальных И Все Остальные Вот Вы Там Рассказываете Разрушается Пропадает Вот Это Происходит В том числе Здесь Россия Какая Страна Империалистическая Некоторые Считают Те Самые Товарищи Наши Это Страна Империализма Или Наши Товарищи Греки Везде Империализм Так Есть Так Пирамида Империалистическая И Так Она Доходит До Греции До Испании Испания То То Греция Если Империализма То Все Империалисты Но Это глупость просто несусветная вот этих стран то этих империалистов грабителей соединенные штаты америки германия франция великобритания и в общем как-то надо тут и заканчивается все уже японии вот так как они так сидят тихо поскольку они там американские войска еще южнокорея что ли она там нам кого-то там нет но кто канада чем прихлопнуты и что там 60 процентов средств производства американские поэтому кто-то может вообще говорите вы а смотрите что получается имеется крупные капиталистические страны которые не хотят попасть ситуацию которая была враги в ливии и между прочим в югославии это всем показали я был на круглом столе в афинах по поводу фашизма в европе и думать что-то они вот выступают так трушливо а потому что вот россии так сразу не приклопнешь а эти страны просто приклопнет моментом и показали как приклопнуть раз прилетать и приклопнуть было у вас страна любославия считайте сколько теперь македония черногория что там еще тезия арбатия 6 до 3 косого и давай давай ирак было свет было светское государство повесили президента избранного демократическим путем демократы и теперь там такое понятно какое мусульманское раз мусульманское поехала вражда и оттуда началось кто егил создал они создали дальше возьмите вы также самое ливи тоже светское государство тяну нет его последний светское государство это ливи это серия сейчас последние вот на ближнем востоке поэтому мы видим что все страны буржуазные которые хотят спастись начинают думать куда деваться и куда они деваются они начинают дрифовать сторону китая почему потому что китай 14 года имеет первое место по доле ввп мировом значит сейчас все равно году буду вровень сша а сейчас 17 процентов ваша 15 так теперь значит по силе ну понятное дело вот есть россия со своим потенциалом военным так ну вот стратегический потенциал по ракетам и согласно договорам пока они сохраняются это не вечное дело на пара сохраняется высокая ракета и заряда сколько у них у нас а китай не все-то он был как северной корее он делал делал свой ядерный и ракетный щит но это он был как бы хулиган а теперь он не хулиган теперь хулиган у нас северная корея как бы вот она плохая потому что сначала выберите все оружие потом садитесь за стол перегорода вас даже и до стола не допустит сразу с вами погонщик все у кого-то они не знают дорогие американцы детские это детские лепит они понимают что лучше мы встретим в открытом бою то что нам суждено чем вот так нас просто раздали как лягушку и это они не допустим так вот что получилось значит какие крупные державы тарифуют идея она чего пойдет к американцам не китаю китаю куда она вот она просится куда в организацию пакистан ну уж пакистан то и никак ядерная держава и да это же ядерная держава куда китаю как брикса так что такое бразилия а чё она там из америки до сюда покатилась россия и индия китай и салф южная африка куда китаю а теперь значит ситуацию китаю россии китай конечно он по сравнению сша со своей так сказать ракетно-ядерной мощью не выдержит никакой борьбы ну а россия россия она это так будет держать на уровне при таком соотношении экономик она тоже долго не выдержит она это никакие не договора не подписывал поэтому если взять потенциал россии и китая то получается ракетно-ядерный потенциал превосходящий значительно ракетно-ядерный потенциал сша поэтому лезть с американцем нечего поэтому а если вы с китаем дружите ведь еще и владимир очистки тайм дружит а сюда приедут и туда поедут а наш товарищ димон поедет во вьетнам и встречаться с генеральным старинком партии вьетнам это очень просто красиво видеть когда руководитель единый россии встречается генеральным старинком партии вьетнама мы горды за нашу страну почему потому что деваться некуда потому что им показали что товарищу медведеву вырвут ноздри оторвут уши ноги руки мы уже показывали это на ливийском так сказать на ливийской картине показывают если тогда он колебался а путин так отстранялся от него в этом смотри вот а теперь они оба понимают что это не с нас ведь начнут с них начну не поэтому нужно дружить с китаем и дружба идет но не разлей вода скоро в июле приедет нам опять и будем договариваться как дальше нам дружить и будем мы все дружить раз они все дружат как сейчас в такой ситуации против коммунистов выступать тем более против рабочей партии туда вообще коммунистического ничего нету как нам некоторые доказать чего вас коммунистического вас красного то ничего не долго чаще синий у меня хоть вот ленин тут есть отделение вот тут красный здесь вот товарищ фене на ссср написано на качество вот хорошо хоть выдали вам ангел на то вообще бы не знаю что делать то есть короче говоря ситуация в этой ситуации международный сейчас какой-то долл как антикоммунистическую кампанию не с руки тем более что такое сегодня оппозиция вот есть такая альбас и есть такая передача на этот полный альбас вообще-то это конечно мат но она как-то прижилось все это полный альбас в итоге сейчас полный альбас нашли в ее газетка закрывается бумажная остается только в как они плачут не только давайте закроем сами как она плачет как она страдает а и говорят таковы вас если вы считаете выражаете вы позицию наших там кого-то богатых пусть они вам деньги дадут они хотят и деньги давать у нас потому что на деньги за границу члена получала заграничные поступления закрывали это закрывается эта позиция по-другому это оппозиция не наша в том смысле что он не оппозиция внутри это действительно иностранные агенты их много это яблоко и самая альбас и между прочим и самая радиостанция это это тоже агент иностранный по сути дела хотя оплачивать ее газпром вот так сложилось и они никак не могут еще переделать так там соответствующие документы но дело к тому идет короче говоря в этой ситуации можно сказать у нас очень благоприятные условия но у вас мы работ я работаю в большом университете но единственное что вы выступаете на таких вот мероприятиях вы там не уничтожить не надо писать что вы же нахер на руси это напишет ну ладно я пишу доктор наук профессор по как-то реконам гибрау чё плохо что ли достаточно и все лекции я читаю читаю вывешивает никто ничего не говорит одна журналистка в этом году чужую я не хочу чтобы меня показывали в кадре не хотите в кадре святое дело сядьте вот видите вот сектор обстрела вот он идет вот вы туда сядьте села ну и отлично поставил недавно на экзамене все в порядке все хорошо мы в каком университете преподаем такого кого есть ну и когда у них стипендия 1480 рублей как они могут против наших или 1480 рублей девочки спрашивают сколько сколько вы сможете прожить на 1480 рублей несколько они за общежитие неделю неделю я в руке я вас вижу более раз потому что у меня раз в неделю лекции какой общежитие все они платят за общежитие ну вот они один раз заплатят и не приедет и все неделя при такой сил какой может быть антикоммунизм то со стороны студентов выстрали молодежь наконец молодежи что сделали по ним посократили образование они может вот такие стипендии платить девать дворкович то же самое выступать теперь не надо не платить он получал бесплатно образование получал большую стипендию как и мы вот здесь в то время кто то заканчивал как александр сергеевичем и он золото всплотил какие-то 10 рублей у него была комната в санкт-петербурге прямо в пк и он туда приехать и там а он предпочитал с мамой там где-то приедет и нас приглашать как раз это вольботно все раздолбали это общежитие выкинули все эти комнаты наделали всякий кафедр и так далее выкинули это самый пк где вы золото был докторантом все это вы выкидывали ну как люди как понимать какое настроение у всех пришли они сами не идут с очень большим уважением относятся я вот даю им и материалы конференции все берут и руководство берут газету все берут и все знают спасибо заведующему даю это для связи с рабочим классом бегемоном а куда они деваться можно поэтому товарищи нам повезло у нас прекрасные условия вот эти самые условия раз так преследуют рабочих значит если вы его просто будете звать не пойдут но их уже доводит до того ты счет и сколько будешь терпеть друг давайте организовываемся то есть там на нашей стороне буржази она и толкается в они пошли в рабочую партию но это не организован глобой же буржази сама но она заставляет толкает к этому либо люди должны умирать все и так между прочим такие слабые по умирали и уже по умирал очень добрый помните когда не платили по полтора года он ходил еще ждут что будет лучше доказывали что у меня вот такой долг но с этим долгом на долго с их им не будешь умрешь и по умирали поэтому сейчас люди понимают что ничего от них нечего ждать последние данные которые российская газета публикует 92 с половиной процента от зарплаты 2013 года зарплаты в этом шестнадцатом году вот оно что идет понижение реального содержания зарплаты а то мы ставим вопроса повышение уровня реальность это между прочим и забита в программе коллективных действий мы на этом стояли и стоять будем вот что происходит дальше средняя средний доход гражданина в россии девяносто и пять десятых процента от уровня 2013 года забудьте тех по 1913 считать будем 2013 года все ну как в таких условиях это тоже это плохо очень для народа благоприятные условия для того чтобы дать червычу собираетесь эти терпеть что ли вы заставляете больше и больше работы голода и еще а получать будете вот столько давайте книга я лучше пойду в рабочую партию ну так ставить людей вот нам остается позвать мы ничего такого не мы же не можем кого-то заставить пойти в парке вот мы объявили вот свои я говорю что у нас нет ситуации антикоммунизм если мы объявляем свои телефоны на всю россию во всех газетах на это у нас сайтов чего вы не знаете кто мы есть кто не знает что трудно записать вот он меня записывает а что он только он записывать что ли все тут нет ничего еще ничего не записывается больше странно я считаю что все так что записывается мы должны быть людьми публичными мы делаем только хорошие вещи для нашей страны нашего народа трансляции вы полосить на идет прямая как раз туда сейчас как раз там все выключили это идет я думаю что я думаю что нам вот надо понимать объективные условия но если тут вот задача точного выражения интереса вот у нас в этом смысле я считаю обстоятельств очень хорошо делать мы нашли совершенно точный такой пункт сокращение рабочего дня надо еще объяснять что этот в нем все условия труда что значит сократить рабочий день грочет во вредном условиях меньше будете в опасном условии меньше времени на такие тяжелых условиях меньше находиться то есть в монотонных условиях меньше как те嗟 и добре там запылённой сизо газованность embrace любой это тонhh вредно неси денег на здоровье больше семью раньше придете вы че очумели чём и чё вы City еще не с семьей, не с детьми. Что вы вокруг не крутитесь все? Причем вам кто-нибудь запрещает? Пожалуйста, все написано в кодексе, нам только нужно людей учить. Пожалуйста, начинайте переговоры. Сначала надо освободить участников переговоров. До трех месяцев с обладой посредними. Докер всегда освобождает. Другие вот стесняются. А что вы стесняются? Это маленькая забастовка. Большой, не все вот эти только участники переговоров. Кончились переговоры. Ясно ни о чем вы не договоритесь. Но вы людей подвели к тому, что надо дальше идти. И, конечно, если не будет забастовок, как вы понимаете, ничего добиться при капитализме нельзя. Все улучшение жизни, за всю историю рабочего движения всего мира только путем забастовок и угрозы забастовок. Это раз. И второе. Без забастовок никакой советской власти, никакой революции не будет. Потому что если человек не может кусок хлеба тебе выбить из своего хозяина, он замакивается на государственный детский сад. Ну это и детский сад, просто. Это просто люди, которые собираются туда сесть и пересесть, ведут свою избирательную кампанию. И они, избирательные кампании, деньги получают по 159 рублей за голос. Поэтому они эту проблему решают. Надо понимать, что никакого другого пути тут нету. И забастовка должна стать нормальным, нормальным конституционным процессом. У нас в Конституции 37-мом статье записано, что Конституция, что забастовка разрешена. Записано, записано. Конституционное право. Не хотите пользоваться? Ваше дело. Хотите много работать, мало получим? Пожалуйста, Симур. Мы рады. Просто любить вас будем. Вся буржащая вас будет любить, если вы будете не пользоваться этим правом. Докио это все время пользует. У них была полуторагодовая забастовка. Обычно они работали как? Переработка где-то на 60-80%. И вот они, сверхурочно, и выходные дни. А тут забастовка у них сделали так. Не выходим в сверхурочно, не выходим в выходные дни. То есть вообще не забастовка, формально. И так хорошо летом. Мы с семьей отдыхаем, купаемся, дуяем. И никогда бы было обратно не завести. Чтобы снова сократить это дело. То есть я думаю, что нам нужно это разъяснять. Но вот поскольку пошла речь о разъяснении, вот тут уже субъективный фактор. Вот тут от наших товарищей, от того, как они выступят, как подготовиться. Ну вот посмотрите артисты, которые никакие революции не делают. Они вот, прежде чем выступить, они раз, одна репетиция, вторая репетиция, третья репетиция, а потом они выступают где-то. Почему-то как только нужно выступить с чем-то перед рабочими, считается, что просто вышел, начинает просто говорить. Нет, тогда надо готовиться. Надо готовиться, надо тренироваться. Для этого есть вот рабочие ТВ. Записывайтесь, товарищи, в Кучуко. Он вам записывает, потом на себя посмотрит. Если понравится, хорошо. Если не понравится, будьте лучше готовиться. Это ясное дело. Как? Сначала я, например, первый раз записал, то я катал просто до, не знаю, сколько это же ужасов. Это то есть дело привычки. Все дело на живное. Нужно стараться. Наши товарищи, в Клазмобах, попросили мы товарища, товарищи, Феден, взял, написал. Сначала в просьбе, потом в стихе. Ну да и просто красота. Красивые стихи. Я уже ему сказал, и мне захотелось им в рабочие пойти и сразу из рабочих в партию. Потому что меня позвал товарищ Феден. Потому что одно дело товарищ Феден позвал, а другое дело товарищ Попов, профессор университета, позвал. Ну где? Две большие разницы. Что это за эти профессора зовут в рабочую партию? Что это тут нечисто? Из-за вас пошел. Не знаю, вы не из-за меня пошел, вы из-за себя пошел. Я буду надеяться, что я вам только немного помог, сколько мог. Ну я и не могу. Но вот все-таки вы пошли свои интересы защищать, свои. У меня отлично, с интересом все хорошо, не беспокойтесь, у меня работа очень хорошая. Рот закрыл, рабочее место убрано. У нас все с этим хорошо. Ты одевайся? Поэтому что требуется? Энергия, активность, инициативность, работоспособность. И я хочу сказать, что наши товарищи это все поняли. У меня такое впечатление, не печальное, а радостное. Вот я попросили товарища Шилова, смотрю, все уже выпустили, вот Тимур Савров, раз сходу. Он у нас в фарсе совсем недавно. Он сразу написал обращение, прекрасное обращение, мы сразу его и победили. Он увидел, как это люди делали, они напишут, они вешают. Но не его, а обращение. Смотрю, уже тут и Федя уже выступил, и другой. А смотрю, Шилова-то нет, думаю, наш друг Шилов. Потом наш друг Шилов такое написал. Но мы уже не терпели, и вот Иван Михайлович раз его и в газету «Народную правду», потому что это навечно уже теперь. Во всех библиотеках всего мира будет, где «Народная правда» лежит и всегда ходит. Был такой Шилов в 2017 году, позвал народ рабочих в партии, потом, значит, народ и скопился. Ну, других не так запомнят, а его запомнят. Так что, я думаю, наши товарищи рабочие продемонстрировали, что они здесь себя в партии чувствуют не чужими, и чувствуют себя здесь хозяевами. И, между прочим, я еще раз подчеркиваю, что мы в уставе сделали 9 большие вещи для того, чтобы не повторилось то, что произошло с капиталистом. Рабочие должны быть в рабочей партии не на задних рядах, а на самых ключевых. Это мы сделали. Это нас. Второе, значит, я уже об этом говорил насчет первого секретаря вот есть у нас и создавающие рабочие, так сказать, активно действуют, они и решают. Больше действуют, и больше решают. Третье, что я хотел сказать, это уже вопрос большой перспективы. Вот представьте себе, пойдут мощные забасовки, забасовочные комитеты соберутся и сделают совет. Надо, чтобы три завода было, где забасовка, уже можно сделать городской совет. Три. Меним. Два это не тянет. Три. Так и было в Петрограде. Тоже приглашали потом. Давайте присылайте своих там, с вашего предприятия, но потом кто-то должен начать это. Соберется съезд советов. Вот съезд советов у нас собирался и, так сказать, как-то со временем это забылось, что все-таки руководящая роль должна быть у рабочего класса. И в партии не только забылось. Сначала диктатуру трято долой, потом ведущую руководящую роль долой, прибрежные, которые сейчас поднимают и хвалят, убрали руководящую роль. И везде только ведущая роль. А ведущая вот на машине ездится, там ведущая колесо, а руководящая за рулем. Дескать, вот ведущая, видите меня, товарищ, я вам скажу, куда идти, товарищ Валентин, а вы меня видите туда. И у вас будет ведущая роль, а у меня руководящая. Это тебе большие разницы. И наконец, из-за чего умерла КПСС? И все развалилось. А из-за того, что душа ушла из КПСС. А душа ее, ее классный характер, рабочий класс. Вот надо, чтобы это не получилось с советской властью так же. Чтобы не получилось с советской властью, вот мы писали, писали тот очередной вариант у нас есть проекта Конституции. Вот мне кажется, надо в Конституции еще такую вещь делать. Там у нас две палаты предполагаются. Вот вы избираете всех в коллективах. Кого угодно можно избрать. Любого интеллигента, профессора, писателя. Но он должен пойти на завод, который, знаете его, который, так сказать, как бы за него поручился, его выиграл. Но который его и отзовет в случае чего. Нескать, я вот за него поручился, он там такое понес. Мы его раз и отозвали. То есть все. Но у нас была такая дырка, закона не было об избрании по трудовым коллективам, а было положение опубликованное вот в нашей книге с Александром Сергеевичем. А в этом положении как-то непонятно. А вот с уровнем городских и областных советов на съезд как можно? Кого послать? Вроде как не толпает. А надо, чтобы только тех депутатов, которые прошли через коллективы. Вот это надо лазейку закрыть. Раз. Второе. Ну, пришли на съезд. И мы знаем уже по нашей партии, вот мы все тут интеллигенты и рабочие в одном, что у нас рабочие в партии должны иметь особое место. Главное. Правильно? Нет вопросов. Это все в уставе. С того не принимаем, который с этим не согласен. С программой не согласен. Все. Не хочешь признавать руководителя рабочего класса, мы тебя не берем, если ты интеллигент. И вот, представьте себе, собирается съезд Совета. Я не исключаю, что там будет меньшинство рабочих. Вот у нас в рабочей патре в меньшинстве сейчас рабочих. Но мы тут предприняли меры. Они в уставе записаны, что у нас решение только тогда правомощное. Когда при голосовании не по сидении, а сидеть тут у нас, что да, они будут в меньшинстве рабочих. При голосовании должно быть большинство рабочих. Вот оно у нас обеспечено. Всегда меньше. Вот мы не голосуем, допустим, с Александром Сергеевичем, да и я. Александр Владимирович присоединиться. Потому что, если мы не можем убедить двух рабочих, то мы не интервенты. Это у нас, как-то, не обидно. Я думаю, Иван Михайлович не обидно. Я думаю, что и Дис Борисович, мы вот те люди, так сказать, которые со степенями изглавили, понимаем, что, в общем-то, наше дело, но не в том, чтобы вот мы голоса делали. Наше в том, чтобы помочь, разъяснить, обосновать, дополнительные данные дать и так далее. Ну и вот представьте себе, на этом же самом свете Совета опять будет, как могло складываться, меньшинство рабочих. Поэтому я бы вот предложил на обдумывание, поскольку мы еще нигде это не записывали, но на обдумывание. Вы же бы на обдумывание, потому что, ну мы думаем, куда мы идем-то, какая власть-то будет. Мы же собираемся вот восстановить Советский Влад, правильно? Ну тут надо уже понимать, как мы ее будем восстанавливать. И не надо тут огород городить, всего там два уровня. Городские областные советы и от них делегаты на свете Советов. И все. А вот эти вот прямые выборы, когда от миллионов сразу один депутат, это значит никого не отзавить, это смерть советской власти. Вот поэтому не прямые выборы, а ступень 4. И две ступени, если 3-4 нагородишь, ну я думаю, это вот потом можно еще городить, прибавлять к районной, когда у вас будет уже власть, еще какие-то другие. А когда ее снизу создаешь, вот городские областные и на съезд Советов, и все. И вот собрали съезд Советов, там две палаты надо сделать. Палата рабочих и палата служащих. Кому служащих? Служащих рабочих классов. Правильно? И вот принимается решение, после этого оно идет на рассмотрение не в Совет Федерации, как сейчас, где господин Венко сидит, а на рассмотрение в палату рабочих. Если палата рабочих на это решение дает добро, тогда оно считается законом. А если нет, то нет. Вот сейчас же есть две палаты, вот думаю, нарешал, нарешал. что давайте покрасим эти самые наши все самолеты и корабли, три полоски, там не красные звезды, а еще там белые, красные, синие. А потом обнаружилось, когда уже попало в Совет Федерации, что сейчас закона такого нет, уже краску, уже все, раз, 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 пришлось тереть, и снова красные звезды. То есть, вторая палата, есть у нас сейчас, и раньше была палата Совет Союза, Совет Национальный, все надо сделать палата служащих, палата рабочих. А решать, пожалуйста, вместе решаем, а потом, для верности, палату рабочих, если палата рабочих дает добро, то это становится законным, а если нет, то и нет, тогда возвращаются назад, обслуживайте с новых. Но нужно подумать о других мерах, потому что мы сейчас думаю опять о том, как вот власть установить рабочих. Это уже устанавливали. Как бы, что нового тут, ну что нового такого, будет снова Совет Союза, уже было. А вот новое в том, что сохранить эту советскую власть и довести ее до полного гуманизма. Вот что новое им должно дать рабочая партия России. То есть у нас как бы еще дорога до этого, поэтому нам надо быстрее эти этапы пройти и там дальше вот эту задачу решать. Как сделать так, чтобы партия не скуривалась, и чтобы, соответственно, и власть не скуривалась, и оставалась партией рабочего класса. А советы бы были организационные формы, депутатуру, пролетариата. Вот задача, которая перед нами стоит. И поскольку мы сегодня на съезде находимся, партии, и которые, как проводится это съезд, мероприятие раз в год, мы собираемся, чтобы свериться с программой партии. Правильно? А не просто текущие дела, планы, наметки. То есть мы должны эту перспективу иметь. И я думаю, что вот у нас будет обсуждение принято. Я думаю, что эти вопросы тоже нужно обсуждать. Потому что мы должны сознательно двигаться вперед. Почему? Потому что великая цель рождает великую энергию народа. Будем маленькие цели ставить, но когда-то энергия никто не будет этим заниматься. Все, спасибо за внимание. Спасибо. Вопросы сократически есть? Вопросов нет. Субтитры создавал DimaTorzok